Продолжение следует... Я собираюсь вступить к Хранителям. Также в этом эпизоде я собираюсь убить еще одного дракона. На этот раз я буду убивать Огненного Дракона. Я покажу, где он находится. Сейчас уже встретимся возле Огненного Дракона. Сейчас я нахожусь возле места, где раньше был Хорш Пак. Он был вон там вот. Дело в том, что я нашел, где находится Огненный Дракон. Он находится вот на вершине вот этой вот скалы. Надо будет потихоньку вот так вот подниматься туда наверх. Я это и сделаю. Дело в том, что я нашел здесь еще стаи волков. Среди них есть один такой, у которого есть имя. За него будет греческий бонус. А вот, видимо, уже выманил его в сторону. Он находился вот здесь вот. Сейчас же он находится немного в другом месте. Так, собираюсь все с волков. Тут даже варги есть. Тут было немного орков. Он их и убил. Так, куда же этот сбежал волк? Вот он сюда сбежал. И узыдка мне лап. Получай героический бонус. И 300 опыта. Сейчас же я отправлюсь к округому дракону. И увидимся уже далеко от этой вот горы. Расчищаю местность и пробираюсь все ближе к драконам. Я нашел одного именного огненного голема. Его зовут Моголемус. Итак, големов лучше всего убивать ледяной стрелой. Если я буду увалить его чем-то огненным, то просто я ему не буду наносить урон или буду наносить, но очень-очень маленький. Все получай героический бонус. Два к манин, два к жизни и не защитят всего и два к очкам обучения. Таким образом, и с помощью всяких героических бонусов, я забрал уже довольно приличное количество очков обучения. А именно, 91. Ну, я уже придумал, куда их потратить. Ну, скажу я это вам чуть-чуть попозже. Но сейчас я продолжу расчищать тут уже всю местность. Итак, я уже почти дошел до утненного дракона. Сейчас утро, потому что я поспал до утра на овечьей шкуре. Так, тут осталось еще пару драконов ящиков. Получаю новый уровень. Надо будет немножко восстановить ману. И уже двигаться, убивать дракона. Этот дракон немного посложней. Болотного дракона. Но ничего, я думаю, справлюсь с ним. Я его буду убивать то же самое, так же, как и болотного ледяной стрелой. Потому что у драконов надо верить именно ей. Ну, или чем-нибудь таким, типа ледяного копья. Ну, чем-нибудь типа такого. Но, допустим, ледяного дракона уже валить. Надо будет... Чем-нибудь огненным. Типа, вот огненного шторма. Так. Одеваю Глассинноса. Так, где-то мой Глассинноса? Вот он. Так, надо будет с ним поговорить. А вот он сам уже вступил в разговор. Сказать не могу, что еще находятся люди, готовые отдать свою жизнь за то, чтобы просто увидеть живого дракона. Я пришел не за тем, чтобы увидеть тебя. Боюсь, цели мои несколько более радикальны. Ты хочешь сказать, что готов вызвать меня на бой? Ха-ха-ха. Я сломаю твою хлипкую шею. Не так быстро, дружок. Со мной Глассинноса. Ты не можешь сопротивляться моей воле? Отвечай на мои вопросы, иначе тебя ждет невыносимая агония. А-а-а-а. Тогда задавай свои глупые вопросы, пока еще можешь. Твоя сила долго не продлится. Так, кто ты такой? Кто ты? Меня зовут Феоматар. И это все, что ты узнаешь обо мне. Когда меня отпустят чары глаза, ты сгоришь в огне. Так, где находится ваше убежище? У каждого дракона есть сокровищница, где он хранит свои сокровища. А где твоя сокровищница? В месте, которое будет недоступно для тебя, когда я освобожусь от уз глаза. Я храню свои сокровища высоко в этих горячих утесах. Куда практически невозможно добраться такому бескрылому созданию, вроде тебя. Что ж, я поищу его сокровищницу. Чьи приказы вы выполняете? Кто послал вас сюда? Наше будущее и настоящее контролируется хозяином при помощи слова силы. Скоро никто не сможет сопротивляться ему. Его длинная рука уже протянулась сюда из царства мертвых. Духи ночи собираются в предвкушении его скорого появления. Он раздавит вас, людей, и будет править этим миром. В его тени мы не более чем инструмент его созидательной силы. Хозяин придет и поднимет ваши безжизненные тела из пепла и использует их для окончательного изменения облика этого мира. Все, я с ним поговорил. Теперь надо отходить на безопасное расстояние. И начнете его убивать. Да, ледянострел ему побольше, вот он наносит, чем болотному, насколько я помню. Получай гимический бонус, 5 к мане, 5 к джейдинг-балл. Защит от силы, 3 качкам обучения. Беру у него сердце Олдиного покоя. Теперь же мне надо будет найти его сокровищницу. Что сейчас я сделаю. Я ее уже, кстати, нашел. И в нее попасть довольно-таки очень просто. Так, видимо, я упустил, где-то тут должен быть. Проход наверх. А вот он, этот проход. Вот его сокровищница. Так, вот тут еще лук есть какой-то. Надо посмотреть, может он получше моего. Собирать тут все, что можно. Жаль, что, конечно, это все, абсолютно все забрать нельзя. Тут действительно столько всего ценного. Так, меч Охотник ночи. Вот тут есть еще яйцо дракона. Так, ну, в принципе, все. Вот такой вот меч. Вот он, 180 силы, требует 95. Меч неплохой, вам скажу. Только все потому, что он требует очень мало силы. Так, друзья, было еще принять раньше эликсирманы. Сейчас я это сделаю. Так, теперь надо посмотреть за лук еще. Ясеневый лук. Нет, он хуже. У него всего лишь урон 80. Что ж. Теперь я отправляюсь в замок. Сначала я восстановлю глаз Инноса. Хорошо. Так, ну, а теперь же я отправлюсь и доложу Гарланда о том, что я нашел Мада и что рядом с ним находилось огромное количество руды. Также в том месте, где находится дух воды я забыл вам показать тайник. Дело в том, что за этим камнем, на котором стоят эти огненные кристаллы, вернее, черные кристаллы, находятся еще драконий корень. Надо будет как-нибудь туда сбегать. Так, говорю ему, что я убил дракона огненного. Так, у меня для тебя есть новость. Получаю еще 300 опыта. Вот, он еще дает награду. Я выберу себе эликсир ловкости в награду. Приму его. Теперь ловкость моя уже 130. Мне что же можно теперь одеть мой амулет власти, с которым я хожу. Сейчас же, я думаю, стоит мне отправиться в Хоринис для того, чтобы выполнять квест дух воды. Поэтому я сейчас отправляюсь в Хоринис и увидимся уже возле хранителя. Так, я нахожусь возле хранителя. Там еще одна грязная скотина. Так, а это что такое? Я никак не рассчитываю, что творится. Луки лазят по деревьям. Так, ладно. Чтобы я, в принципе, разобрался. И так поговорю с хранителем. Дух воды свободен, получает тысячу опыта. Так, и получает также согласие хранители. Все, теперь же мне осталось найти последнего хранителя. Я знаю, где он находится. Он находится на округе солнца. Буду прицелить отправиться. Ну, а прежде чем туда отправиться, я, пожалуй-ка, зайду еще в город. Для того, чтобы сделать кое-что. Дело в том, что мне раньше этот, как его, Лорд Хаген давал задание насчет военачальников-орков. Просил принести ему колец. Вот и нашел очень много колец уже. Надо будет принести и получить опыт. После этого же я сразу отправлюсь на округ солнца. Для того, чтобы выполнить задание хранителя. Не говори, что ты не знал. Нет, это не слышно. Только видя, знаешь, что нравится. И так. Вот кое-что придет. Получаю 8250 опыта. Плюс еще 4950 золотых монет. И так. Теперь же я могу отправиться уже на округ солнца. И увидимся уже там. И так. Извините за то, что у меня немножко прервалась запись. А именно где-то не записалось 2 минуты видео. Так, что же я сделал за эти 2 минуты? Здесь было немного орков. Я их убил. Также я поговорил с хранителем Стоносом. Он дал мне задание испытания веры, где я должен буду найти все сферы. Все сферы я нашел. Так что я сейчас ему отдаю их. Получаю 1000 опыта. Значит, теперь могу вступить в кровь хранителей. Получаю еще 2000 опыта. Так, он мне дает кольцо. Значит, теперь я один из вас. Теперь же он мне предлагает выбрать стихии. за каждую стихию свои бонусы. Например, за стихию огня прибавка к ловкости и защита от огня. Стихия воды это прибавка к мане. Стихия камня это прибавка к жизни и защита от ударов големов от ролей. Стихия тьмы это защита от магии и прибавка к силе. Так, я бы, конечно, выбрал стихию воды, но из-за того, что в Готске два возвращения есть баг, после чего в общем не откроется одна дверь, после чего я, скорее всего, не смогу вообще пройти игру, поэтому я выбираю себе стихию и камни. Так, он мне дает какую-то руну. Ну, вот такая вот перелавка к жизни. Теперь у меня жизнь 1163. Так, что же это за руна? Вот, эта руна называется Врата Хранителей и это телепорт к хранителям. Сейчас что же, так же за ним телепортируюсь. Так, вот, загружается новая карта. Все заставочки я буду пропускать. Так, вот, я уже возле Хранителей. Видите, как тут все красиво. Дело в том, что если выбрать стихии воды, то не будет открываться вот эта вот дверь. А значит, по-моему, что я не смогу пройти игру в конце. Я точно не помню еще, но возможно. Так, горе с Хранителем Стоуносом. Так, чему я могу научиться у тебя? Он рассказывает также медитров адепта хранителей. Сейчас покажу, что это за робоадепта хранителей. Вот, защита от оружия 100, от стрел 100, от огня 100, от магии 100. Моя же тяжелая роба мага огня получше. Защита от оружия 120, от стрел 100, от магии 100. Поэтому я ее одевать не буду. Потому что я думаю смысла в этом нет. Итак, еще говорю. Так, расспрашиваю у него обо всем. Так, что этому всему всяким заклинам не могу обучиться других магов. Он мне дает одну еще интересную руну. Она действительно интересная и довольно-таки стоящая. Вот, руна вызов демона легиона. корок четвертый стоимость маны 100. Дело в том, что эта руна вызывает очень-очень мощного демона. Но тут-то в принципе все не так просто. Дело в том, что бесплатно можно вызвать только где-то 15 демонов. А за вызов следующих демонов потребуется отнимать жизнь. Не помню поскольку, но где-то по 15 жизней за каждого вызванного демона. Так что в принципе можно вызвать немножко демонов. Но дальше этой руны просто не пользоваться. Также я вылучшу еще одно заклинание из второго корока, которое называется Кулак Ветра. Заклинание очень мощное, очень выгодное. Но я вам уже показывал это заклинание. Так. Сейчас же я отправлюсь в Хоринис и отправлюсь там в монастырь и сделаю для себя эту руну Кулака Ветра. Так. Вот если пойти назад, тут будет сразу тебя телепортировать в Хоринис. Итак. Карта Хориниса практически загрузилась. Сейчас я нахожусь недалеко от города. Так. Сейчас я сначала переворачиваюсь в монастырь. Надо будет поспать до утра. Ну и сделать себе конечно же эту руну. Я полностью с тобой согласен. сплю до утра. Здесь у меня есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы сделать руну. В данном случае можно еще копаться в сундуке. Так. Хорошо. Да, отлично. Все, у меня есть сразу же. Так. Где же эта руна? Вот эта руна. Круг второй. Стоимость маны минимальная 5, максимальная 15, повреждение минимальное 250, максимальное повреждение же 1000. Вот так вот. Всего лишь 15 маны, а повреждение 1000. Просто замечательная руна. Вот я думаю надо будет поставить мне ее за место огненной стрелы, поскольку я ей все равно не пользуюсь. Поставлю эту руну на 8. Также надо будет еще принять мне вишню троллей. У меня есть несколько штук. кронных растений у меня вроде бы нет. Поэтому значит эриксирина ловкость я сготовить не могу. Ну это в принципе все. На этом я заканчиваю уже этот эпизод. Подведем итоги. Вот у меня сейчас 42 уровень уже. У меня уже куча очков обучения. Но эти очки обучения я буду все копить. После того как я обучусь где-то пятому кругу или шестому кругу магии я сделаю себе очень мощные заклинания типа огненного дождя который мне пригодится. Теперь самая главная задача в 4 главе мне это убить драконов а также я должен найти меч уризель который я как раз и буду искать. Буду искать я его уже в следующем эпизоде. я точно еще не знаю вряд ли отправлю следующем эпизоде в храм спящего по крайней мере сделаю все приготовления к этому. увидимся в следующем эпизоде. эпизоде 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 Продолжение следует...